Девушки отдыхают Пойду с Мухой пройдусь. Ты слышишь меня? Да Человеку из облгаза надо окрестности показать Хорошо Дверь закрой Муха, давай Девушки отдыхают Готовность номер один Обью в доме Внимание Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Стоять Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не дергайся Стреляю на поражение Рука не драгнет Девушки отдыхают 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 Альба, переходим, а так. Нам представилась возможность пообщаться с одним из руководителей спецоперации, с майором Гришко. Здравствуйте, Дмитрий Петрович. Скажите, скажите, пожалуйста, как долго разрабатывалась спецоперация с следственными органами? Ну, операцию разрабатывалась на бескончайшей стройке. А ты хорошо на экране смотришься, правда, сутулишься немного. Я не артист, а следователь. Мне можно. Спасибо вам большое за комментарий, Дмитрий Петрович. Жанна! Жанна! Завтрак готов, проходи. Спасибо. Ты со сметаной будешь или с маслом? Ладно, я поставлю все, только ты не стесняйся, хорошо? Спасибо. Да, Юр, доброе утро. Уже не знаю, доброе ли. Тут Зорин в управлении рвет и мечет. Ты приехал бы поскорее, чтобы меньше народу под разнос попало. Понял, скоро буду. Слушай, а ты сделай то, о чем мы вчера с тобой договаривались. Думаю, уже пора. Хорошо. А? Ну, до встречи. Так, я поехал. Не-не-не, ты остаешься здесь. Если надо, я с тобой пришлю. Нечего суетиться лишний раз. Васильича пришлете? Может, Васильича. Дим, может, Жанна поживет у нас? Ну, если это возможно. Но чего она будет мыкаться по конспиративным квартирам? Девушка, она хорошая, скромная, чего не помочь. Тем более, у нас площадь позволяет. Ладно, надо подумать. Давай, буду звонить. Открывайте, кретины! Добрый день, Герой Александрович. Что вам надо? Хочу предложить вам проехать со мной в управление. Зачем? Пообщаться. Мне кажется, нам есть о чем поговорить. Без адвоката я никуда не поеду, тем более говорить ничего не буду. Это ваше право. Но помолчать вы можете в управлении, пока будете дождаться своего адвоката. А проехать вам все равно придется. И чтобы я не применял физическую силу, я предлагаю вам добровольно пересесть в мою машину. Прошу вас. Как можно было не сообщить об операции? Как? Я спрашиваю, как? Что вы себе позволяете? Вы что, обнагрелись совсем? А если бы что-то пошло не так, кто бы отвечал? Я. Не ты, а я. И не твои погоды бы полетели, а мои. Профессионалы хреновы. То же мне шоу еще устроили с телевидением. Я этого так не оставлю. Я отыграюсь по полной. Объявляю выговор в занесение в личное дело. И лишаю всех премиальных. Ясно? Хорошо. Свободен. А я понимаю, почему ты мне об операции не сказал. Ты думаешь, я из этих? Из ненадежных? Как Калинин, да? Нет. Я за него везде горой, а он... В общем так, я отстраняю тебя от дела. Передай все дупаку и иди в свой отпуск. Еще спасибо, скажи, что я тебя по статье не уволил. Профессионалы хреновы. Разрешите расследование довести до конца хотела? Нет. Я все сказал. Свободен. Свободен. Угу. Свободен. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не ходи за мной! О, Господи! Я этого не люблю! Я и не хожу? Кто вам сказал? Ага! Я же видела не слепая! Я еще раз тебе говорю, я не знаю, где твоя дочь! Отстань от меня! Если ты еще раз увяжешься за мной, я порчу пошлю на тебя и на твоих детей! Поняла? Полоумная! Я поняла, поняла! Я больше не буду! Только, пожалуйста, не надо это! Пожалуйста, я поняла! Простите меня! Я больше не буду! Полоумная! Петрович! Я его привез! Он в допросной ждет адвоката! Как только тот приедет, можно будет поговорить! Это хорошо! Юр, присядь! Что, от Зорина, что ли, попало? Ну, отстранил он меня от дела! Велел все передать тебе! Так что, принимай! Рассказывать ничего не буду! Ты в курсе! Действуй! Слушай, но это как-то неправильно! Да ладно! Идет все, как идет! Ладно! Когда с Покровским будешь разговаривать, на него не дави! Ты фактами оперируй! Угу! И этому адвокату как можно меньше давай говорить! Так Покровский быстрее сдуется! Хотя вряд ли! Крученый змей! Эх, мне бы с ним поговорить! Ну, ладно! Зорин меня отправил в отпуск догуливать, чтобы я от ним мельтешил! Живите богато! Давай! Юр, еще слушай! Пусть Жанна до суда, пока у нас поживет! Тебе все равно! Главное, чтобы она была в безопасности, а у нас в голову никому не войдет искать! И тебе будь спокойней! Ну, да конечно! Поступай, как считаешь нужным! Чего спрашиваешь? Ну, как же! Ты теперь у нас за голову нужен! Ладно, давай! Так! Ну, все, удачи! Я отсюда никуда не уйду, пока вы не проведете меня к следователю, который ведет убийство Эллы, Эллы Сухановой! Женщина, я вам еще раз объясняю. Напишите заявление, изложите все, что считаете нужным. Я передам его следователю, и он, если посчитает нужным, он вас вызовет. Я хочу говорить с ним сейчас! Ну, скажите, у вас есть тут главный? Он скажет вам то же самое, вы понимаете, вы теряете время, напишите заявление! Извините, пожалуйста! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Петрович, я здесь работаю. Хотите, я вас провожу к следователю, который ведет дело Эллы Сухановой? Ой, большое вам спасибо! Выпиши, пожалуйста, пропуск! Понимаете, я же хозяйка дачи, вот где произошло убийство. Мы уехали в отпуск, и тут только вчера вот возвращаемся, и, о, Господи! Да! А, прошу вас, проходите. Вот, следователь, который ведет дело Эллы Сухановой. Его зовут Юрий Николаевич, он вас сейчас с удовольствием выслушает, а вы ему все расскажете, только подробно и с самого начала. Хорошо. Прошу вас. Добрый день. Добрый. Значит, мы с мужем живем на даче, городскую квартиру сдаем. Три недели тому муж купил путевку в Испанию, и мы решили застраховать дачу в случае там возможного ограбления. Вот, и по условиям контракта мы поставили камеры. Камеры? В доме. Ну, да, скрытые камеры. Вот. И мы попросили нашу соседку в городской квартире, Эллочку, остаться, чтобы кормить нашего кота, Барсика. Ну, и при случае там, знаете, за домом посмотреть. Вы успокойтесь, успокойтесь. Так что с камерами? Я так понимаю, у нее что-то записали? Угу. Как купила Эллочку. Этот убийца такой мерзкий, как толкнул ее. Скажите, нашли убийцу. Он в тюрьме. Простите, а нам ничего не угрожает? Вам ничего не угрожает, не переживайте. Угу. Раиса Ивановна, а записи эти, они у вас с собой? Да-да-да, конечно, конечно. Сейчас, одну секундочку. Ну, вот. Куда вы выкачетесь? Тихо, я тебе сказал! Помогите! Спустите! Помогите! Помогите! А-а-а! 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 Это же охранник! Раиса Ивановна, вы не могли бы на несколько минут выйти в коридор? А-а-а! Нам надо посвящаться с Юрием Николаевичем. Конечно. Да? Да, да, хорошо. Если охранник Покровского был на той даче, это же подтверждает показания Севастьяновой. Конечно. Только Покровский об этом ничего не должен знать. Это будет хороший козырь на суде для нас. Понимаю. Ну, конечно, нельзя спугнуть этого охранника. Пусть пока погуляет на свободе. Понял, да? Да. Раиса Ивановна, пройдите. Нужно подписать протокол, а я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Доброе утро. Так, сейчас я вам оформлю. Ну, по моим ощущениям, дело скоро передадут в суд. Затягивать его не будут. Нет смысла. И судебный процесс начнется буквально со дня на день. Так как ты проходишь с основным свидетелем, и учитывая резонансы с дела и фигурантов преступления, ты попадаешь под госпрограмму защиты свидетелей. Это значит, тебе дадут новое имя, фамилия, соответственно, новые документы, новое место жительства и новое лицо. В смысле? Пластика лица? Пластика лица. Нет, я не хочу. Жанна, ты пойми нам. В противном случае будет очень трудно тебя защищать. Покровский, он очень злопамятный, влиятельный человек. И сделай все, что у тебя найти, и отомстись. Но ведь согласись, что новое лицо не самая большая трагедия в жизни? Нет, я не смогу. Я не смогу уже жить с чужим лицом. Нет, я понимаю, другое имя, переезд, но... Я понимаю твое беспокойство, но у нас очень хорошие врачи. И ты не первая, и, к сожалению, не последняя. Ну, сейчас это уже просто как рядовая процедура. Нет, я не буду этого делать. Ну, хорошо, ладно. Будешь делать, не будешь, сама решай. Ну, так как ты поменяешь все документы с соответственными фамилиями, то сейчас надо продумать, что надо сделать своим родным именем пока еще. Какие дела надо завершить, потому что, когда документы поменяют, будет уже поздно. Времени очень мало, очень мало. Значит, так, давай по пунктам. Что у нас с квартирой родителей? Я практически сразу продала, когда родители погибли, я не смогла там жить. Понятно, понятно. Твою квартиру тоже придется продать, потому что оформлен на тебя. Сама принимаешь деньги. Если есть где-то на счетах, снимай и обналичивай. Нет, ну, что-то есть. Я завтра тогда поеду, все сделаю. Нет, без медиа ты никуда не поедешь. Я быстро. Нет. В банк. На квартиру только со мной. Дмитрий Петрович, я... Я сказал, или со мной, или вообще не поедешь. Поменяешь документы и лицо. Тогда делай, что хочешь. Понятно? Хорошо, я поняла. Дмитрий Петрович, тогда у меня к вам просьба. Отвезите меня, пожалуйста, завтра к Сергеевну могилу. У него 9 дней. Я хочу знать, на каком основании вы задержали моего подзащитного. Ну, это не задержание, а скорее привод для беседы, в которой я хочу убедить господина Покровского начать сотрудничать с следствием. Ибо положение господин Покровского весьма незавидное. Это просто слова. Я так не думаю. Следствие располагает информацию, что господин Покровский является прямым заказчиком убийства бизнесмена Сергея Троянова. И чтобы как-то смягчить свою участь, следствие предлагает господину Покровскому написать чистосердечное признание, которое, безусловно, будет учтено при вынесении приговора. Это абсолютно необоснованное обвинение. Мой подзащитный никогда не имел никаких контактов с вышеупомянутым вами господином. Поэтому причин убивать у моего клиента не было. Они незнакомы. Вы в этом уверены? Абсолютно. Господин Покровский, это правда? Да. Почему вы отвечаете за господина Покровского? Мне кажется, он и сам мог бы за себя ответить. А потому что я официальный представитель господина Покровского. И не хочу, чтобы он отвечал на ваши провокационные вопросы. Мало того, я требую немедленно освободить моего клиента. В общем, мы сделаем так. Я задерживаю господина Покровского на 48 часов до выяснения обстоятельств. Имею полное право. Мое решение обжалованию не подлежит. И уж поверьте, за это время я найду достаточно материала, чтобы задержать господина Покровского уже по решению суда. Я прошу прощения, но я совершенно не согласен. Я повторяю, мое решение обжалованию не подлежит. Могу я поговорить со своим адвокатом наедине? Да. Конечно. Слышь, посуду сдаем. А что не ел? Голодовку объявил, что ли? Аппетита нет. А, аппетита у него нет. Все, привыкай к баланде, разносолов больше не будет. Пожизненное тебе обеспечено. Аппетита у него нет. Где она находится, неизвестно. Но завтра будет ВУВД на очной ставке. Ваша задача сесть и на хвост. И главное, все это надо сделать очень быстро. Я не понимаю, девушка, с чего вы решили, что вам можно вот так нагло обливать грязью незнакомого вам человека. Это неправда. Мы с вами знакомы. Только я почему-то об этом ничего не знаю. Что я вам сделал? Вы убили Сергея. Слушайте, хватит нести этот бред. Ни с каким Сергеем я никогда не пересекался. Я занимаюсь химпроизводством. Что у меня может быть общего с человеком, у которого строительный бизнес? Откуда вы знаете, что у него строительный бизнес, если, как вы говорите, вы с ним не знакомы? Господи, пришлось навести справки из-за вас, чтобы хотя бы понимать, о ком идет речь. Все, хватит я по горло сыт этим цирком. Уводить. То есть, как уводить? Зачем же вам нужна была очная остатка? Чтобы посмотреть ей в глаза. и сказать, что она реально заигралась. Увози. Встать. Руки за спину. Проходим. Давай я внизу. Жду. Ага. Встать. Руки КОНЕЦ А я вчера мимо нашего кафе проезжала Смотрю, а там люди какие-то сидят Я подумала, пусть сидят Мы же с тобой не против, да? Сережа, я часто плачу И тебя очень не хватает У меня имя скоро другое будет Но я всегда буду твоей Жанной Я очень тебя люблю Прощай Прощай Быстро за дерево Юра, северное кладбище к центральному ходу Быстро, веритабельное оружие Севастьянова попросил отвезти ее на кладбище к жениху У него сегодня 9 дней, я не мог отказать На выходе с кладбища на нее было совершено вооруженное нападение Киллер на мотоцикле Я ее прикрыл, использовал табельное оружие Стрелял по колесам Мотоцикл упал Киллер сломал шею, скончался на месте Что-то слишком много проблем с этой девицей Давай уже закрывай ее дело и передавай суд Чего тянуть Хорошо понял Разрешите идти? Иди Блин, репортаж сдули А кто там был из репортеров? Свидетель Севастьянова Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за неосновательный отказ от дачи показаний и задачу заведомо ложных показаний Распишитесь о том, что вы предупреждены об уголовной ответственности Возьмите Слово предоставляется государственному обвинителю Спасибо, Ваше честь Свидетель, расскажите суду, где вы находились 20 июня текущего года приблизительно около 18 часов вечера Я находилась у ресторана «Рефлекшн», куда приехала на своей машине С какой целью вы туда приехали? У меня было назначено свидание с моим молодым человеком Назовите его имя Сергей Троянов Что было дальше? Потом к ресторану подъехала машина С которой начали стрелять С которой начали стрелять в Сергея Троянова Защита протесту Протест отклоняется Защита протестует Протест отклоняется Продолжайте Вы Вы сказали, что узнали Бутина Откуда вы его знаете? Я познакомилась с ним в офисе с Сергеем Он приходил вместе с Покровским Защита протестует Протест принят Довожу до сведения суда, что Мой подзащитный с господином Сергеем Трояновым Не был знаком Это неправда Покровский приходил к Сергею Троянову в офис И не раз Это наглая ложь Это не ложь Я говорю правду Покровский заказал убийство Сергея Защита протестует Свидетель, держите себя в руках Отвечайте на поставленные вам вопросы Продолжайте Вы сказали, что Покровский является заказчиком убийства Сергея Троянова Откуда у вас такие сведения? Покровский сам мне об этом сказал Он силой вывез меня к себе домой Что, так и сказал? Да, он так и сказал Он собирался меня убить Он был уверен, что меня убьет Поэтому разговаривал со мной открыто Но мне удалось сбежать Защита протестует Протест отклоняется Продолжайте Скажите, вы можете назвать причину конфликта между господином Покровским и Сергеем Трояновым? По словам Покровского, Сергей взял деньги Взял у него деньги и не вернул Поэтому Покровский заказал убийство Сергея Защита протестует Протест принят Во-первых, мой клиент не давал никаких денег господину Троянову Потому что не был с ним знаком И во-вторых, гражданка Севастьянова никогда, ни при каких условиях не была в доме моего подзащитника Ваша честь Гособвинение готово предоставить копию допроса бывшего охранника господина Покровского Вениамина Костюка, который в настоящее время проходит по делу о непреднамеренном убийстве Гражданке Сухановой Эллы Витальевны В данном протоколе сказано, что свидетель Севастьянова была силой доставлена в дом господину Покровскому 21 июня сего года и находилась там до следующего дня, пока не сбежала У вас есть возражения по этому вопросу? Предоставьте суду копию протокола Да, пожалуйста Рядом Муха Стоять Гуля Гуля Ко мне Ко мне Ко мне Мы сейчас получили информацию из зала суда Несколько минут назад был вынесен приговор Игорь Путин признан виновным в четырех убийствах И получил пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима И... И как мне сейчас сообщают Покровский Сергей Александрович также был признан виновным в организации убийства бизнесмена Сергея Троянова И также был взят под стражу прямо в зале суда Вот это правильно Здрасте Привет Покровского арестовали в зале суда Да знаю, слышал Завели дело Слышал из новостей Я тебе вещи принес Спасибо Я помогу Ну что, я тогда поехал Счастливо Давай До свидания Жан, послушай, мне надо поговорить с тобой, давай присядем Дмитрий Петрович, если вы опять по поводу пластики, то я не буду этого делать Да ты пойми, речь идет не о каких-то эстетических понятиях, а о твоей жизни, это гораздо серьезней, чем ты думаешь Я не смогу просыпаться каждое утро и видеть в зеркале другого человека, это можно просто с ума сойти Не знаю, человек к всему может привыкнуть Ну чего так переживать, Бутин посадили на пожизненное, Покровский тоже скоро сядет и надолго, мне больше нечего волноваться Да, ты рассуждаешь сейчас как наивная девочка, все гораздо сложнее Может быть я делаю ошибку, но это моя ошибка и мое решение Странное решение Ну, в общем, я пошел, ты все-таки подумай о том, что я тебе сказал Дмитрий Петрович, мое решение не изменится Ой, ну что молодые такие упертые Ладно, дверь за мной запри и никому не открывай, завтра жди в девять Угу Угу Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Я согласна, Дмитрий Петрович, я на все согласна Ну вот это я точно бы не стал брать От паспорта в первую очередь надо избавляться Слишком жирный Олег Я пока не могу его выбросить Почему? Не могу Ну, пройдет время, я привыкну к новому лицу, к новой жизни Тогда и выброшу Вы к кому? Меня зовут Кирилл Андреевич. Я риэлтор. Мы с Жанной Владимировной договорились о встрече. Жанна! Посмотри. Все нормально. Это риэлтор, я его позвала. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Меня зовут Жанна. Смотрите, задавайте вопросы, я просто немного занята. Хорошо. Проходите. Жанна Владимировна, а можно полюбопытствовать, что из мебели вы собираетесь оставить? Все. В смысле, все? Ну, все, что вы видите. Мебель, посуда, картины, все, что есть в квартире. Ну, что я могу сказать. Я неплохо знаю этот район, этот дом, цены здесь достаточно понятные. И с контингентом покупателя все ясно. Сколько? Итак, квартира в хорошем состоянии, плюс меблированно, вид. Я думаю, мы можем ее выставить в районе двух миллионов долларов, но продать быстро не получится. Элитный рынок сейчас перегружен, придется подождать. Простите, мы не можем ждать. Ну, чтобы продать быстрее, нужно существенно снизить цену, чего я вам не советую. Хорошо, я продам ее за миллион. Только надо сделать быстро. За миллион? Жанна Владимировна, вы понимаете, что вы сбрасываете вдвое цену на свою квартиру? Я понимаю. Мы можем сделать это быстро? Да, мое агентство с удовольствием выкупит эту квартиру за такую цену. Хорошо, только у меня одно условие. Деньги должны быть наличными. Не вопрос. Сегодня же вы все получите, и мы заключим сделку. Хорошо. Договорились. До свидания. До свидания. Дмитрий Петрович, у меня к вам просьба. Какая? Вы не могли бы передать часть денег родителям Эллы и мужу Любу? У них вообще двое детей на руках осталось. Конечно, могу. А сколько? По четыреста тысяч. Жанна, конечно, это не мое дело, но мне кажется, что ты оставляй себе очень мало денег. А тебе начинать в незнакомом городе. Практически все с нуля. Дмитрий Петрович, я уже решила. Эти люди из-за меня погибли. А деньги можно сработать. Добрый вечер, Евгений Александрович. Ну что? Это дело надо довести до конца. Ты меня понял до конца. Евгений Александрович, а может быть, Бог с ним... Ты что, глухой? Ну и сколько раз повторять? Может, мне лучше тебя уволить, а? Никаких «но» надо сделать. Это дело принципа. Ну что скажешь? Ну, утром к дому Севастьянова подъехала машина службы защиты. Девка какая-то выскочила, Гришко. Ну, а следователь сел в машину и уехал. А мужик с машины службы защиты посадил Севастьянова и вот сюда вот приехали. Во дворе не смог сработать. Очень много людей. Что за мужик приезжал за Севастьяновой? Все-таки защиту готовят, это плохо. Могут так спрятать, что потом ни с какими собаками не найдешь. Ты мне скинь его фотографию, этого мужика из службы. Ага. Я его пробью. Ну, хорошо. Давай работай. Только ж не так, как у него дома в прошлый раз. Ну, кто бы мог подумать, что следователь припрется? Торопиться. Не надо было. Ага. Ладно. Проехали. Это все было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!